Римская республика На протяжении примерно двухсот лет после этой даты, после окончания царской эпохи, иногда довольно подробно рассматривая ключевые изменения, связанные с реформой. Итак, после изгнания последнего римского царя Торквиния Гордова собрались так называемые центуриатные комиссии, то есть созваны собрания римских граждан, где были избраны новые должностные лица, два консула, и в первый год республики этими консулами стали те, кто тогда был инициатором свержения римского царя, а именно Брут и родственник царя, между прочим, Торквиней Калатин. Так что мы видим, свержение царей и окончание царской эпохи так или иначе связано с заинтересованными в этой реформе лицами даже внутри, можно сказать, царских традиций, царского рода, как бывало, собственно, и в Греции. По словам римского историка Тита Ливия, в консулам перешли все прежние функции царей и даже внешние знаки царского достоинства, а именно ликторы, то есть вооруженная охрана, символически носившая вот это свое оружие. А также был пополнен состав Сената за счет включения в Сенат всадников. И с тех пор всадников, включенных в Сенат вот в это время, стали называть конскриптий, в отличие от Патрес. Исклонное название для давних, генетически ранних членов Сената. И вот те, кто Патрес, это конскриптий стали говорить римляне по-латыни, те, кто вошел в Сенат позднее, ну и их потомки. Ну, таким образом мы видим, доступ к власти среди высших слоев римского общества был расширен. Доступ к власти сенатовской. Вскоре по настоянию римлян, консулу Тарквинию, как члену царского рода, пришлось отказаться от власти. И он удалился в изгнание. А бывший царь Тарквинии Гордый бежал в Этрурию, за Тибр, как эта область обозначалась традиционно в Риме и даже в терминах римского права. И пытался склонить на свою сторону некоторых римлян. Возник заговор с целью восстановления царской власти. И даже два сына первого консула оказались замешаны в этом заговоре. Мы здесь опять-таки видим вот эту ситуацию реформ кардинальных. Как к свержению царской власти были причастны родственники, члены царских родов, так и к желанию восстановить царство были причастны родственники тех, кто стал преемниками царской власти. Но Брут после раскрытия заговора, по римской традиции говорится, приказал казнить своих сыновей. С именем следующего консула, его имя Папликула, то есть друг народа, а настоящее имя Публий Валерий. И вот у римлян сохранился памятник их истории, так называемые консульские фасты в форме надписи. Эта надпись переведена, в том числе и на русский язык, включается в различные справочные издания, там год, полное наименование консулов и различные дополнительные сопровождающие это факты приводятся. И введение с именем Папликулы, Публия Валерия, связано с введением многих республиканских учреждений, традиционных для Рима ранней республики. В 20 веке обнаружена надпись, которая относится к этому времени, и в ней упоминается имя как раз Папликулы. То есть даже и прозвище, не только родовое имя, и первое имя, но даже полностью это все подтверждается. А греческий историк Плутарх, который писал уже с окончанием первого века Римской империи, отмечает, например, что в то время при установлении Римской республики деньги еще у римлян не были широко распространены. И богатство измерялось количеством скота домашнего. Согласуется это замечание Плутарха с данными об истории денежного обращения в Риме, с нумизматическими находками. Однако оно противоречит сообщению более раннего историка, но тоже современника установления Римской империи, латинского историка Тита Ливия. А Тит Ливий пишет, что денежный ценз был введен еще раньше знаменитым вот этим царем Сервием Тулием, который провел свои реформы. Я закончил упоминанием этих сложных реформ прошлую беседу о царской эпохе. И поэтому в специальной историографии некоторые исследователи предложили считать, что на самом деле ценз Сервием Тулия, связь механизма осуществления гражданских прав с имуществом, Эта связь состояла в размере земельных участков, которыми владели римские граждане. А сумма, попавшая в исторические источники, выражала просто денежный эквивалент стоимости этих участков, хотя практически этот эквивалент нигде материализован, как правило, не был. Но, с другой стороны, опять-таки, Тит Ливий, римский историк, живший раньше Плутарха, когда рассказывает о ближайших десятилетиях, о первых десятилетиях ранней Римской Республики, довольно часто упоминает крупные суммы штрафов, которые налагались на высших должностных лиц и военачальников. Ну, вот как это? Примириться с исторической реальностью, с развитием денежного обращения, опять приравнивать к какой-то земельной стоимости. Ну, может быть, сам Ливий поможет нам в этом разобраться. Дело в том, что он неоднократно пишет, что из-за давности событий нельзя точно определить, в каком порядке следовали те события, которые он излагает, в каком порядке следовали даже консулы, и даже нельзя, по его словам, описать точно сами события. Еще в одном месте своей истории Тит Ливий говорит применительно к началу IV века до н.э. То есть, когда со временем установления ранней Республики прошло сто лет. Что при такой отдаленности событий трудно достичь истины. И поэтому достаточно историку одного правдоподобия. Ну, для самих римлян более достоверной была история после Гальского нашествия, 390 года до н.э. И во время этого Гальского нашествия, через сто с лишним лет после образования ранней Республики, был сожжен как весь Рим, кроме холма Капитолий, так и погибла в огне большая часть древнейших документов, которые могли бы пролить свет вот на эту историю раннюю и царского Рима, и ранней Республики. Но, тем не менее, книги Тита Ливия, посвященные вот ранней Республике, первые десятилетия и века ранней Республики, сохранились целиком, изданы в переводах, в русском переводе. А вот последующие события, которые известны детально и документально, в книгах Тита Ливия не сохранились, потому что сами эти книги до нас тоже не дошли. Он-то это знал и писал, но вот дальнейшая история это все, оказывается, умолчала. Ну, возвращаемся к Попликоли, консулу с прозвищем «Друг народа». Вот по такой замысловатой традиции, достоверной или недостоверной, просто правдоподобной, как вот пишет Ливень, он разрешил обвиняемому обжаловать решение консулов перед народным собранием. Также вводилась по его предложению смертная казнь за вступление в должность без согласия народа. Причем такого человека мог убить в Риме без суда любой желающий. Вводился штраф за неповиновение консулам. Сначала этот штраф состоял в, видимо, не цене просто, а реально в количестве скота. Пять коров и две овцы нужно было отдать за вот такое неповиновение. Затем по другим изменениям законодательства при Попликоли были освобождены граждане от налогов. Однако ненадолго, впоследствии снова были налоги введены для граждан неоднократно, и неоднократно они ликвидировались. И, наконец, была введена должность квестеров. Это римская должность, связанная с заведованием государственной казной. Следующие события излагают легенды о римских героях. Это вошло вот в такой хрестоматийный для римлян эпохи августа сборник, компендиум древней этой легендарной истории, к традициям которой при августе хотелось обращаться, ее брать за образец. Так вот строилась информационная политика начала Римской империи. Мы забегаем вперед, чтобы показать, каков был современным языком социальный заказ на этот огромный, трудоемкий, многотомный труд историка римского Тита Ливия. И как при этом все-таки исторические события или искажаются, или корректируются, или умалчиваются. Итак, среди героев древнейшей эпохи начала уже ранней Римской республики назывались имена Гораций Коклекс. Коклекс по латыни означает кривой. Он защищал в одиночку мост от войск Парсены, царя Итрусского, к которому обратился изгнанный из Рима последний римский царь Тарквений Гордый. Также связана легенда с подвигом Муция Сцевулы. Сцевулы это в переводе с латыни прозвище означает «левша». Но это достаточно широко известно, отражено в произведениях живописи европейской. В школьный курс обычно попадает. Легко можно навести справку о его деятельности. Мы обращаемся только к важным таким деталям, требующим комментариев, или к символам римской истории. Также связана легенда с Горациями и Куриациями, как героями ранней Римской республики. Здесь интересно упомянуть, что их жизнь относится еще к царской эпохе. Но вот репутация их в эпоху ранней Римской республики, видимо, служила образцом для подражания этим героям. Говорит вот о нравах и таких культурных традициях. В чем здесь дело? Считается, что Гораций убил свою сестру за то, что эта его сестра оплакивала Куриация, своего жениха. А Куриация, этого жениха, своей сестры, Гораций убил в единоборстве. И вот за такое противоречие, расколовшее родственные связи по линии симпатий, которые оказались не препятствующими публичному выражению совершенно иной позиции, глубоких эмоций, Гораций оправдали римские нравы и римские традиции. Теперь переходим к следующему событию. Почти сразу после установления Римской республики возникает у римлян должность народного трибуна. Введение этой должности было первым достижением плебеев в их длительной борьбе с патрициями. И вот вся ранняя Римская республика, 200 с лишним лет после ее возникновения, обычно характеризуется как эпоха борьбы плебеев с патрициями. И только постепенно, постепенно, плебеи, добиваясь равноправия, наконец, на деле достигли этого полного равноправия. И потом борьба пошла уже в другой форме бедных и богатых римлян, в форме так называемых группировок оптиматов и популяров. Руководителей тех, кто надежды бедных хотел оправдывать и кто хотел быть выразителем интересов богатых. Это уже будет эпоха поздней республики для римской внутриполитической деятельности. Ну а вот в эпоху ранней республики плебеи были обременены долгами. То есть мы видим здесь такая же экономическая ситуация, как в греческих полисах, например, в Афинах. И долги эти были значительными. И разрешение этого противоречия, расколовшего гражданскую общину, лишившего практически гражданских прав многих, генетически принадлежащих к этой общине людей, растянулось на многие десятилетия. Ведь и порабощение, долговое рабство тоже было реалиями того времени. Мы посмотрим далее, как это происходило. Не сумев добиться сначала удовлетворения своих требований, плебеи удалились на священную гору. Гора это практически рядом с центром Рима, в трех тысячах шагов от Рима. Произошло это событие в 494 году. На латыни это удаление называется термином сецессия. Ну то есть уход, процессия, это движение какое-то, а вот сецессия, это значит уход. И на этой священной горе плебеи устроили укрепленный лагерь. Тит Ливия интерпретирует мотивацию того, как реагировали патриции на это действие. Почему они пошли на уступки. Например, они боялись, что город остался без защитников перед лицом возможного нападения врагов. Но может быть здесь методика Тита Ливия интерпретации фактов сходна с традиционной тогда уже давно, в эпоху Ливия, методикой Фукидида, который говорит, что вот или так говорили публично действующие лица его истории, или они должны были так говорить, потому что вся логика событий на трезвый взгляд, дельновидного человека показывает, что именно таким должен быть выбор успешного решения. Ну, соглашение между плебеями и патрициями было достигнуто. При условии, что плебеи избирают трибунов. Сначала число трибунов определялось в пять человек, потом было увеличено до десяти человек. Трибуны обладали неприкосновенностью, и за покушение на народного трибуна полагалась смертная казнь, причем без суда. Вот опять это объявляло человека вне закона. И такую смертную казнь мог осуществить любой человек, а патриции на эту должность трибунов не имели права быть избранными. И сразу после введения должности трибунов состоялась попытка ее отменить, что подчеркивает остроту борьбы. И как детали нам сообщают источники, источники римской традиции, вот переданные Титом Ливием. Возникла угроза. Угрожали, что во время голода наступающего народу не будет выдаваться привезенный в Рим импортный хлеб, поскольку народ плебеи, то есть сами виноваты в голоде и вне урожае. Вместо того, чтобы возделывать поля, они удалились на священную гору, занялись не своим делом. Ну, эта проблема разрешилась, и к 451 году до нашей эры относится создание первых памятников письменного римского права, архаических по своей форме, законов 12 таблиц. Сохранились они во фрагментах, а фрагменты эти просто цитируют более поздние различные авторы. И вот в таком виде это входит в хрестоматии, в сборники по истории римского права, переведенные в том числе на русский язык. Авторитет этих законов, ну, не во фрагментах, а в полном виде нам неизвестный, ну, римлянам неизвестный много потом веков, был высок еще в первом веке до нашей эры, и даже позднее, насколько мы знаем историю римского права. Эти положения законов 12 таблиц, например, повторяют положение царских законов иногда. В частности, или традиции в царских законах, они сохранили возможность трехкратной продажи сына в рабство отцом, прежде чем эта абсолютная власть отца будет у него отобрана. Также они сохранили связанные с царским временем наказание патрону за то, что он обижает своего клиента. И сохранили освобождение римских весталок, хранительниц священного огня, не имевших права вступать в брак, от юридической опеки над ними. Само создание законов 12 таблиц имеет определенную предысторию. И, видимо, достоверно считать, что велась за создание этих законов определенная борьба, шла определенная подготовка. Например, еще за 10 лет до издания законов упоминается предложение одного именно трибуна, создать комиссию. И говорится, что эта комиссия даже выработала положения, которыми должны руководствоваться консулы. И в специальной литературе, в историографии, обычно создание законов 12 таблиц, запись законов, интерпретируют как действия в интересах плебеев. Разработку уже конкретно текста законов 12 таблиц начали тоже по предложению трибуна. Но делали это действия создания текста законов наоборот, в основном патриции. Они образовали специальную комиссию из 10 человек, 10 по латыни «децем», комиссия называлась «децемвиры», то есть 10 человек, 10 мужей. И временно эта комиссия стала управлять государством и приняла на себя полномочия консулов. Перед созданием законов 12 таблиц было отправлено по римской традиции посольство в Грецию для того, чтобы ознакомиться с уже существующими там формами законодательства. Ей передается, что посольство побывало в Афинах и изучило законы Салона. Но в специальной историографии как-то вот эти аналогии законов 12 таблиц, существовавшем тогда в Средиземном море, в его уже греческой, восточной части образцами законодательства обычно как-то не принимается во внимание или просто игнорируется, или считается недостоверным и уж тем более детально не изучается. Но что просто бросается в глаза? Даже на уровне первого обращения просто к хрестоматийным источникам, которые изучаются по всем учебным планам, так или иначе в учебниках, упоминаются в хрестоматии, входят, ну, естественно, в связи с историей Греции. А в истории Рима надо просто вспомнить для этого то, чему были обучены люди, профессионально изучающие начальные сведения об истории Греции. Итак, за два года до первого избрания стратегом Перикла в Афинах, это посольство по римской традиции прибыло из Рима в Афины, чтобы изучить в том числе и афинские законы. Ну, можно сказать, что долговое рабство подтверждалось законами 12 таблиц для римских граждан. Должника имели право держать два месяца в заключении, и если он за это время не договорится с кредитором, то после этого имели право его или казнить, или продать за тибор, то есть к этрускому или куда-то вот за границу. На крайнюю архаичность тогдашних правовых традиций указывает разрешение в том случае, если кредиторов было несколько, вообще убить должника показательно, разрубить его на части в соответствии с количеством должников, которым он задолжал. Но сами римляне давали такой комментарий. Нет на их памяти и никаких в традиции упоминаний, что хотя бы один раз такое действие применялось на практике. Законы 12 таблиц разрешали даже самопродажу в рабство. Ну, а вот сравнение с законами Греции, которые должны были и римские послы заметить, оно должно было сразу подчеркнуть, что в Греции такое положение тоже было, но оно уже отменено в Афинах. Однако, например, на Крите оно продолжало действовать, долговое рабство, именно по памятнику достоверному, так называемая «Гартинская правда». Древняя надпись, сохранившая текст очень архаических критских законов. И причем эта «Гартинская правда» на Крите в Греции, эти законы составлены как раз в середине V века до н.э. Буквально вот тогда, когда составлялись в Риме законы 12 таблиц. По законам 12 таблиц разрешалось умерщвлять младенцев, которые рождены с телесными недостатками. Такое положение могло быть просто заимствовано из Спарты в Греции. Эта традиция там подчеркивается даже вот для школьного курса пятого класса истории. Мы должны об этом помнить. Но, может быть, это было относительно широко распространено, встречалось у разных народов Европы, Южной Европы, Италии. И тут надо обратиться просто к каким-то этнографическим аналогиям. Но признание свободы завещаний по закону 12 таблиц для римского общества было передовым, и оно соответствовало законам Салона. А в Спарте свобода завещаний была введена через полвека, после того, как оно появилось законодательно в Риме, только в 400 году до н.э., а в Риме мы говорим о 451 году, о законах 12 таблиц. Многие положения законов 12 таблиц связаны с процессуальной практикой. Например, устанавливался порядок вызова в суд и порядок введения различных тяжб в судопроизводстве. Законы 12 таблиц устанавливали знаменитый в истории права принцип Толеона. Но этот принцип известен еще даже как священный, в том числе и из ветхозаветной традиции, око за око, зуб за зуб, да, если кратко сказать, тоже обращаясь даже к курсу школьному древней истории. При нанесении телесных повреждений разрешалось это делать, нанести обидчику такие же увечья. Здесь мы встречаемся с принципом, который у разных народов повторяется в эпоху Средневековья, раннего Средневековья, в ранних европейских законодательствах средневековых. Вот такие вещи мы видим. Также то, что касается долгов, возмещения долгов, порабощения должников, это все многие века и несколько тысячелетий в истории уже после античной Европы, феодальной Европы тоже встречается. Но параллельно принципу Толеона в законах 12 таблиц отмечается и возможность уплаты штрафа. Наказание за увечья было в два раза меньше, если оно нанесено рабу, чем в случае, если оно нанесено свободному. Ну, это в денежном выражении, да, мы видим, в применении штрафа. Смертная казнь к рабу применялась и за такие преступления, за которые свободный подвергался только штрафу. Ну, такие традиции типичны и для права местного различных греческих полисов, и для права распространенного в древневосточных государствах, в том числе этого времени, первого тысячелетия, середина первого тысячелетия до нашей эры. Здесь типичные возникающие в обществах ситуации перечислены, в том числе и, например, даже в Древней Индии, где вот штрафы являются господствующей мерой наказания и ограничения преступлений и формой компенсации. Также типичным было установление ответственности за нанесение оскорбления, а также разрешение убивать вора, застигнутого на месте преступления. Или если этот вор, будучи застигнут, пытался оказать вооруженное сопротивление. Также по законам 12 таблиц вводилась давность владения, а именно срок 1 или 2 года давал право на собственность, если эта собственность уже находилась вот в такое время у человека, и не исследовалось возникновение, обстоятельства возникновения этой собственности, чтобы он был ее лишен. Также предательство, лжесвидетельство и взяточничество, которые проявил судья, исполняя свою должность, должны были наказываться смертной казнью. Прибыль ростовщиков ограничивалась по законам 12 таблиц размером 1% в месяц, то есть 12% годовых. Законы 12 таблиц запрещали разрешенный ранее пышный обряд погребения. Причитания публичные. Мы знаем, что по восточным традициям, например, нанимали даже специальных плакальщиц, ну, может быть, и у некоторых европейских народов, севернее Италии были эти традиции, чтобы вот это горе запечатлелось всеми свидетелями на долгие годы и месяцы. И публичные выражения горя, разные, не только плакальщицы и причитания, запрещались. Запрещалось бальзамирование, и запрещалась погребальная тризна, на которой осуществлялся обряд питья круговой чаши. Запрещалось захоронение вместе с усопшим золотых вещей. Здесь мы видим те традиции, которые по раскопкам были широко распространены уже достаточно давно, не только в Железном веке, в Европе, на Востоке, а также они продолжали существовать и много веков спустя, и в эпоху Средневековья, раннего Средневековья мы встречаемся с этими такими древними коренными традициями. Ну, ближе всего эти традиции просто на слуху, на памяти, зрительно наблюдались римлянами, скорее всего, в Итруе, из-за Тибра. Вот можно было видеть их приход, наверное. Гладиаторские игры в Риме возникли благодаря этруским традициям. Считаются они этруским влиянием. И возникли они у этрусков как часть погребальной церемонии. И это, получается, форма такого жертвоприношения. И обычаи кельтов, которые как раз в это время входили в контакт с населением Италии, особенно вот в районе Альп, за Альпийскую область. Вот Галля, Трансальпийская, там потом Цизальпийская, по эту сторону, по ту сторону Альп, как в Римляне называли эти места. И вот кельты практиковали пышные захоронения. И такие, в том числе, захоронения у кельтов известны именно для пятого века до нашей эры, о чем мы сейчас говорим. Ну и у фракийцев это было, и у скифов это было. А распространение в Риме вот того, что запрещали применительно к погребальным обрядам законы 12 таблиц, распространение, наверное, стимулировали царские законы. Или та традиция, которая имела репутацию царских законов. Потому что, вот вспомним, что эта традиция относила к царским законам и введение траура об умершем. Ну, это там упомянуто очень кратко, как я говорил в прошлой беседе. Вероятно, далее, что вот изменение форм ритуала при погребальном обряде связано с заимствованием из законов Салона. Уж слишком много здесь очевидных параллелей. Заимствованием законы 12 таблиц. Потому что в Афинах именно законы Салона запретили громкий плач, причитание, царапание лица. А позднее в Риме было запрещено совершать погребение в пределах городской черты. И погребения не должны были совершаться днем, чтобы вот эта траурная погребальная процессия не создавала слишком печального эмоционального настроения у зрителей, не повергала их в уныние. Как говорится в источниках, не оскорбляла взоров живущих. Здесь мы подходим к таким традициям культурной жизни, которые очень стойкие, у разных народов достаточно разнообразные. Иногда они возникают периодически в своей противоположности. Но вот в данном случае интересно обратиться к древним римским надписям. Среди римских надписей, известных нам просто в количестве сотен тысяч и миллионов на протяжении долгих веков, и чем ближе к началу империи, и даже в первые века империи, тем больше этих надписей. И в отношении эпитафий погребальных надписей есть довольно стойкая, однотипная такая традиция, которая как раз идет в русле того, что вводили законы 12 таблиц, или того, что вот они запретили, конец чему положили. Вот отношения, эмоциональные формы проявления, отношения к событию ухода из жизни тех, кто еще живет. Как в эпитафиях римских изображается? Например, раб умер молодым, в возрасте, мы скажем, юношеском, в 16 лет, и служил в харчевне. Такая эпитафия гласит, «Прошу вас, путники, извините меня, если я вас обвесил. Не оставьте заботами отца и мать и прощайте». Ну вот, кто-то, может быть, и светлое чувство, относительно светлое, испытает не знающий такого человека или с числа далеких потомков. Они красноречивы, яркие, образные, и вот рассчитаны на какое-то все-таки эмоциональное взаимодействие с читателем. Или еще одна надпись, «Я жил, как хотел, как умер, не знаю». И еще надпись, «Я запрещаю касаться моих останков, здесь погребен человек наилучший». И, наконец, закончим вот эту цитату, еще одной эпитафии римской, «Луций Сальвий, вольноотпущенник, пока жил, хорошо жил». Вот такое светлое чувство в памяти потомков. Ну, кому-то покажется, что это светлое или шутливое, кому-то более, кому-то менее, но вот оно характерно для содержания и формы римских эпитафий. Древние представления продолжали, однако, постоянно сохраняться у римлян в связи с погребальными обрядами, и особенно они сохранялись в сельской местности. Несмотря на запрет дорогостоящих пышных захоронений, погребение богатств в эти могилы и склепы, захоронение золота, даже через 600 лет после закона в 12 таблице, уже в эпоху империи, в сельских местах Италии, в селах, в деревнях встречаются очень богатые погребения, целые некрополи, с кувшинами золотых монет, с золотыми и серебряными ювелирными изделиями, с бронзой и дорогой керамикой. Но тогда было время кануна или уже реального экономического кризиса, может быть, это рассматривалось как клад, который хотели передать на крайний случай далеким потомкам, но не успели им воспользоваться. Но это просто жизнь заставляла делать такие клады, вот эти схороны дорогих запасов на черный день, когда города разрушались, там были переселения народов. Но это реалии просто жизненные, с реальной такой, как мы скажем, важной, витально важной или близко к витальной мотивировкой, и вот она фиксируется в тех или иных действиях, переходящих в ритуалы. Ну, некоторые из областей Италии, сельских областей, которые вот здесь связаны с дорогими погребальными предметами, были впервые под властью Рима уже значительно позже составления законов 12 таблиц. Впервые оказались под римской властью намного позже, чем эти законы были составлены. После издания законов 12 таблиц, детцемвиры, вот эта комиссия 10 человек с высшей властью, решили, как сообщает нам античная традиция, римская традиция, известная и грекам очень хорошо, решили самовольно продлить свои полномочия, не отказаться от власти захотели, и стали злоупотреблять свои власти. Но здесь типичная ситуация эволюции власти греческих тиранов, особенно вот ранних тиранов, в лице их ближайших преемников, их детей. Вот это для 6 века до нашей эры постоянно упоминается для греческих полисов. Но в Риме из-за этого самовольного продления власти, нарушения закона, для нее установленного, началось восстание в армии, и плебеи снова ушли на священную гору. В результате власть консула была восстановлена, члены комиссии 10-ти, децемвиры, арестованы, и плохо они кончили, удалились в изгнание, а два из них даже решили покончить с собой. Но о децемвирах сообщается очень подробно в книге Тита Ливия. Целая глава, десятки страниц, посвященные всем этим событиям, упоминается очень много имен, очень много деталей. Однако в историографии отношение к этой традиции, я вот сказал, обычно не изучается вообще связь законов 12 таблиц с одновременным законодательством в восточной части Средиземноморья, прежде всего в Греции, в греческих колониях, в том числе и даже в Италии были греческие колонии. И вот в знаменитом авторитетном сочинении римской истории, немецкого историка Теодора Момзена, заявляется, что вся эта подробная традиция о децемвирах недостоверна. И вместо этого он предлагает свое объяснение. Объяснение достаточно прямолинейное и достаточно такое упрощенное по сравнению с античной традицией. Он методологически исходит из того, просто вот логическим путем, что децемвиры продолжали оставаться на стороне плебеев. Ну, коль скоро инициаторами вести законы были плебеи, что никаких злоупотреблений властью децемвира не совершали. Ну, это просто вот такой силовой прием, ничем не обоснованный, не аналогиями. Вот такая вот методология. Не должны совершать. Вот так будет красиво, лучше. Греки тоже так считали. Иногда лучше сказать красиво. И вот против децемвиров якобы выступили патриции. И уже тогда начинается восстание. Но восстание в поддержку децемвиров, а вовсе не против них. То есть вот одна сторона черная, другая белая. Плебеи, вот они как бы на стороне белой такой хорошей группы патриции, на стороне оппозиции, так вот бескомпромиссно продолжающей вот свою деятельность, ведущую к обострению гражданских отношений. И версия о злоупотреблении, как считает Момзен, однородов в знаменитой римской истории, стала результатом искажения преданий, того искажения, которое намеренно последующие аристократические авторы римской истории, сочинители, вот создатели римской исторической традиции, намеренно ввели. И вот именно их трудами пользовался якобы тетливее, а вот так возникла эта традиция. Ну, если на первый даже взгляд обратиться к тому, что бросается в глаза на уровне неуглубленного изучения фактов, а вот таких хрестоматийных деталей, то мы видим, что в законах 12 таблет почти совсем мы не прочитаем об уступках плебеям. В сохранившемся тексте, по крайней мере, мы этого не видим. Браки плебеев с патрициями запрещались, борьба потом будет идти почти два века за предоставление прав, а уступки сделаны через несколько лет, первые уступки различными постановлениями, которые уже изменяли законы 12 таблиц. Так что здесь довольно такая сложная картина. Просто запись законов должна была ограничить произвол, но вот то ли ограничила, то ли нет произвол патриция в древней знатии. Вот такая вот просто начинается философия. Такие умозрительные конструкции. Но обращаемся к источникам. Законы римских консулов Валерия и Горация, принятые сразу почти после записи законов 12 таблиц, в 449 году. Они повышали политическую роль плебеев. Но тут мы видим замечание о надежности этой традиции. Считается, что точный смысл законов Валерия и Горация сами римляне толковали по-разному. И мы можем приводить примеры, сейчас не место углубляться в такие детали разного толкования смысла. А как добиться этого? Может быть, и римская действительность знала возможности разного толкования законодательных норм. Да, вспомним пословицу закон, что дышло. А может быть, это связано только с историками, которые не понимают, как это интерпретировать. Историками еще римскими. Ну, в частности, вот упоминается к этой же традиции культурной такой жизни, что стали с тех пор следить за сохранением декретов Сената. И они стали сохраняться в храме Цереры. А до этого времени, то есть до середины V века, больше чем 50 лет эпохи ранней Римской Республики, консулы имели возможность скрывать сенатские постановления вот этого коллегиального высшего органа совершенно бесконтрольно. И даже имели возможность вносить в текст этих сенатских постановлений произвольно изменения. В 445 году до н.э. был проведен важный закон в Риме. Он носит имя инициатора закон Трибуна Конулея. Этот закон разрешил заключение браков между плебеями и патрициями. А дети, рожденные в таком браке, должны были принадлежать к тому сословию, к которому относился отец в этой вновь образованной семье. Однако мы видим, чтобы проиллюстрировать римскую культурную традицию, культурное пространство, насколько эти нормы, дававшие право, соответствовали или не соответствовали реальным жизненным традициям. И формально наличие права далеко не всегда означало возможность использования этого права на практике. Вот, видимо, сила общественного мнения перед нами в источниках выступает и дает пример того, что даже спустя 150 лет после этих законов о браке плебеев с патрициями женщины патрицианских родов по собственной инициативе не допустили к участию в священных обрядах ту женщину из своей среды, которая в соответствии с законом, с законным правом вышла замуж за плебея. И таким образом, вот, свой материнский знаменитый патрицианский род она принесла в жертву и дети, и далекие внуки, и правнуки должны были считаться принадлежащим к роду плебейскому. Причем эта женщина вышла замуж не за рядового плебея, а за того, который уже к тому времени успел исполнить обязанности высшего римского должностного лица. Уже он был даже избран консулом. Ну, еще мы отмечаем в традиции, что одновременно выдвинуто требование разрешить плебеям занимать консульскую должность. Это все связано с законами 445 года. Возвращаемся к ним. Но добиться этого с первой попытки не удалось. Однако частично навстречу желаниям плебеев было принято компромиссное решение. На практике оно давало осуществить то, возможность сделать то, что требовали плебеи. Разрешалось только в некоторых случаях избирать вместо консулов других должностных лиц, чрезвычайных. Это 6 военных трибунов с так называемой консульской властью. И вот в число этих военных трибунов с консульской властью плебеи уже могли входить. Однако здесь мы видим вот медленность введения новых традиций, такую вот запоздалую практику их реального осуществления после того, как право это сделать формально было признано. Только следующее поколение и даже позже, через 50 лет почти, около 400 года до нашей эры, на этой должности военных трибунов с консульской властью мы видим плебеев. А первые 50 лет все равно только патриции избирались на эту новую должность. Постепенно плебеи получили право занимать некоторые другие должности. Например, должность квестера, заведующего казной, в 421 году была им разрешена. Но тоже мы видим сначала только в принципе, как право. А первая ситуация реализации этого права, первый случай фактического осуществления этого права наблюдается намного позже. Ну, правда, не поколения. Только в 409 году до нашей эры, спустя вот 12 лет, был реально избран первый квестер, заведующий казной, на свою должность, имеющую плебейское происхождение. Дальше мы, если попытаемся это прокомментировать, должны будем, видимо, такой подметить факт экономических реалий римской жизни. Наверное, исполнение части римских высших должностей было под силу только весьма состоятельным людям. Потому что должности эти не оплачивались, надо было иметь свободное время, надо было иметь вспомогательный персонал, вот, и как вот быть, а плебеи, видимо, вот и экономически были намного беднее, чем патриции, и среди них тех, кто мог безбедно заниматься, не добывая своим трудом средства к пропитанию себя и своей семье, вот государственной деятельностью, они постепенно только появились еще через несколько поколений. Последующие годы в римской истории проходят в постоянной борьбе патрициев и плебеев. Часто эта борьба обострялась до уличных столкновений. Несколько предводителей плебеев добивались большой популярности, раздавая из своих средств, так или иначе накопленных ими, полученных, зерно, например, в голодные годы. И они, имея эту популярность, были обвинены в стремлении к царской власти и были казнены немедленно. Например, это связано с именем Спурий Мелий и упоминается для 439 года до нашей эры. А также вот к этой группе политических деятелей можно отнести имя Марк Манли с прозвищем Капитолийский. Прославился он в 390 году, в частности, вот во время гальского нашествия на Рим. В 367 году до нашей эры, благодаря деятельности трибунов по имени Лициний и Секстей, были осуществлены очередные реформы, которые на деле улучшили положение плебеев. Только теперь они, плебеи, добились полного исполнения того требования, которое почти на 100 лет раньше, в 445 году, на 80 лет раньше, если точнее быть, было в римском праве зафиксировано, а именно теперь ликвидирована компромиссная должность военных трибунов с консульской властью и установлено, чтобы один из двух консулов высших должностных лиц, ежегодно сменявшихся время путем выборов, обязательно избирался из числа плебеев. Не только мог быть избран потенциально, но обязательно избирался из числа плебеев. И в 443 году, спустя 20 с лишним лет, это положение было развито в римском праве еще больше. Было принято решение, что из числа плебеев можно избирать даже двух консулов. Обязательно одного, а если вот обстоятельства как-то сложатся, можно и обоих консулов избрать. Однако здесь мы видим реальная история и нормы права. Как соотносятся? Реальная история показывает, что впервые только в 172 году до нашей эры обоих консулов действительно избрали из плебеев. Но тогда уже практически исчезла разница между плебеями и патрициями. Знатность эта забылась древнейших предков. И на первое место в этой уже римской республике поздней, а не ранней, в это время уже возникновение римского государства за пределами Италии, сложение римской средиземноморской державы, республиканского типа, происходит вот такое избрание. Дальше мы видим, что плебеи еще в 367 году по законам Лициния и Секстия получают возможность занимать некоторые должности римские, например, должности жрецов. Экономическое положение плебеев было облегчено тем, что должники получали отсрочку от уплаты ссуды и отменялись проценты за получение ссуды. Уплаченные ранее проценты должны были вычитаться из суммы долга. Ограничение процентов было введено еще законами 12 таблиц, но на практике его не соблюдали ростовщики даже после законов Лициния и Секстия, даже вот сто с лишним лет спустя не соблюдали. Известны такие примеры. В 357 году до нашей эры вместо требуемого законом одного процента в месяц приходилось платить 10 процентов в месяц, то есть 100 процентов с лишним годовых, да, 120 или там месяц по другому календарю был, меньше месяцев. В 347 году до нашей эры снизили до 5 процентов в месяц, но годовых-то это все равно, там, 50 процентов. В 342 году совсем отменили проценты, но ростовщики, несмотря на такой запрет, продолжали брать 1 процент в месяц, то есть 10-12 процентов годовых. Ну, это говорит ведь и о развитии товарно-денежных отношений, и в том числе не только товарных, но именно денежных, в эпоху, когда общество считается архаическим и по традиционным характеристикам считается оно рабовладельческим, когда все делали рабы, там, освободные, вот, просто держали их поминовение, вот мы видим, насколько это общество на самом деле было сложным, какие процессы там протекали, какие процессы надо было регулировать, и вот где подоплека того, что мы видим в своих аналогиях и на много веков позднее, в том числе в послеантичной истории. Законы Лициния-Сексте 367 года до н.э. ограничивали также размер земельной собственности для богатых лиц, а именно, было запрещено пользоваться общественными землями, если их площадь превышает 125 гектаров. По римским мерам площади это 500 югеров. Но, однако, это требование на практике перестали соблюдать или вообще не соблюдали, так же, как и требования в отношении ограничения процентов. А через 230 лет полностью забыли вообще об этом ограничении, о законодательном запрете, и попытка возродить это ограничение привела к обострению римской внутренней жизни практически до грани гражданской войны. Речь здесь пойдет о деятельности братьев Граков. Оба реформатора были убиты, и с этого времени, можно сказать, начинается распад Римской республики, потом гражданские войны, Мария, Суллы, рабские восстания, там, Триумвират, и вот начало Римской империи пойдет. К концу IV века до н.э. плебеи постепенно получили в Риме право занимать уже практически все должности. Ну, приведем примеры. 368 год. Плебеи имеют право стать начальником конницы. Эта должность применялась для обозначения помощника римского диктатора. Диктатор это такая магистратура, должность неординарная. Не всегда, а только в исключительно сложных случаях. Власть высшая была не у консулов, а у диктаторов. Но на ограниченных срок времени, после которого они должны были принести отчет о своей деятельности. И помощник ему назначался начальник конницы. Но позднее, с кризисом республики, уже накануне империи, с кризисом поздней республики, там начнется неограниченное время полномочий диктаторов. Это будет связано с эволюцией римского права. В 356 году плебеи получили право избираться, быть назначенными на должность даже диктатора, высшего должностного лица в чрезвычайных обстоятельствах. В 351 году до нашей эры плебеи получили право исполнять должность цензора, то есть того должностного лица, который может вносить изменения даже в состав сената. И следить за соблюдением традиций и определять за нарушение каких традиций можно исключить из состава сената за вот неподобающее поведение или образ жизни. В 337 году плебеи получили право занимать должность претера, должность связанная с высшими судебными полномочиями, а также должность курульного идила, такая вот символическая должность с полномочиями, близкими к жреческим. А в 300 году до нашей эры плебеи получили право занимать должность верховного жреца, понтифика в Риме и должность другого очень важного жреца, авгура. До этого только менее важные жреческие должности плебеи могли занимать. И, наконец, в 326 году до нашей эры был принят закон, его называют закон Петелия, связанный с именем инициатора. Этот закон установил для Рима то, что жители Афин получили как право еще на на 270 лет раньше по законам Солона. Наконец-то в Риме было запрещено долговое рабство. А к тому времени рабство в Риме оказалось настолько широко распространено, что среди римлян, живших в Риме, было очень много вольноотпущенников. И был установлен налог на отпуск раба на волю. А раба на волю отпускали иногда по римским традициям через 20 лет после того, как он приносит, ну, мы бы сказали, ежегодный оброк, какую-то значительную сумму, связанную там со своей стоимостью. И вот дав хозяину столько денег, сколько нужно было заплатить за приобретение там одного или нескольких рабов, он наконец получал свободу. И это его стимулировало к такой вот отходной деятельности, мы так скажем, применяя другой термин. Идти вот на заработки, на сторону, да, как-то искать, изобретать способы получения денег. В 312 году до нашей эры в Риме был даже принят закон, который разрешил войти в Сенат детям вольноотпущенников, то есть внукам рабов. Их происхождение мы видим в этом случае чисто рабское. Если к тому времени эти внуки рабов, то есть дети вольноотпущенников, уже занимали какие-то должности, какие-то магистратуры. Но они были внуками рабов, рабов в своем раннем возрасте, а потом рабов, получивших все-таки свободу. Вот такие культурные традиции в римской жизни, которые не могли, конечно, не быть связаны с какими-то римскими нравами. И эти нравы мы можем с трудом как-то по крохам римской поэзии, литературы восстанавливать. Но в это время, собственно, и профессиональной римской литературы, лирики, драматургии еще не было. Она станет складываться только в следующем веке. Не в IV, а в III веке до нашей эры, когда Рим начнет выходить за пределы Италии, римская власть, и когда вот эта римская художественная литература станет возникать как перевод греческих произведений, составлений римских латинских произведений по греческим образцам, и вот фиксировать такие уже типичные средиземноморские нравы. А вот как это зафиксировать современникам, в каких, может быть, пословицах, в каких-то других формах устного народного творчества эти процессы, как к ним относиться, как их видели глазами древних знатных родов, современники, как их видели глазами нынешних рабов или вольноотпущенников, желавших для своих детей занятия должностей, как их видели иностранцы. Наверное, все это и попало, может быть, или частично хотя бы попало в те книги о римской истории, которые до нас просто полностью не сохранились, которые вот уничтожены так или иначе. И в греческую традицию, наверное, это попало. Благо, греки были всегда любителями описания истории иноземных народов, которые они посещали специально. Но многие ведь и греческие описания Рима даже и на русский язык и не переведены многотомные, посвященные древней римской истории, там, Дионисий, Галикарнаский. Также мы видим, что вольноотпущенник, вольноотпущенничество, скажем, это в форме термина, как вот общественные учреждения, институты такой общественные, будет прогрессивно развиваться. И роль в Риме вольноотпущенников прогрессивно будет увеличиваться, не только численность, но и социальная роль, и политическая роль в том числе. И будет это продолжаться до начала Римской империи, даже во времена Римской империи. Потомки вольноотпущенников тогда будут настолько многочисленны и настолько влиятельны и могущественны. А эта многочисленность и могущество подтверждается римскими надписями, в которых массами упоминаются факты отпуска на волю, имена именно вольноотпущенников среди эпитафий в том числе. И Сенат даже решительно воспротивится в начале Римской империи попытке ограничить права вольноотпущенников, говоря, что в противном случае станет всем очевидна малочисленность исконно римских граждан из традиционно свободных римских родов, родов, у которых были свободными далекие предки, а не только ныне живущие их представители. Причем родов не только в городе Риме и в римских провинциях и колониях, а родов, которые имеют своих представителей в нынешнем Сенате. Вот такова была ситуация первого века нашей эры в римской истории. Ну, кстати, вот время, когда уже звучала и христианская проповедь. Правда, это вот христианство было в составе в форме такого катакомбного периода. Возвращаемся в эпоху ранней истории, ранней Римской республики, подходя вот к окончанию этого периода. В 287 году до н.э. был принят в Риме закон. Закон носит имя диктатора Гортензия, его инициатора. И этот закон Гортензия подтвердил еще одно из первых достижений плебеев. Достижений 160-летней на тот момент давности. А именно, подтвердил закон Валерия и Горация 449 года до н.э. А именно, плебисциты, то есть постановления плебейских собраний, стали обязательны для всех римских граждан, включая римских патрициев. В римский Сенат могли входить только знатнейшие и богатейшие, главное потом вот уже богатейшие люди. И те, чья жизнь и поведение не соответствовали вот желательным формам проявления, могли быть исключены из Сената. Это связано с полномочиями цензоров. Римское государство еще не осуществило тех материальных уступок к бедным слоям, которые в Греции 5 века до н.э. активно вводятся в жизнь. По крайней мере, вот в Афинском обществе. И борьба за разрешение этого противоречия перенесена будет уже в эпоху поздней Римской Республики. Для начала Римской Республики постоянно сообщается в источниках о том, что число римских граждан пополнено и распределены эти новые граждане, по новым трибам, таким социальным организациям, которые были специально образованы для этих новых граждан. Вот такой демографический прирост благодаря внешнему источнику должен был компенсировать, ну мы можем на современном языке надежно говорить об этом, потому что есть объективные предпосылки и просто реальное негативное ближайшее последствие, если это не будет осуществлено. Значит, этот внешний прирост числа граждан должен был компенсировать потери римлян в постоянных войнах, а также сокращение населения от эпидемии. А мы видим, что войнами изобилуют регулярно римская история, а уровень жизни и здравоохранения был таким, что не мог это как-то сдерживать. Дальше мы видим, что большинство народностей союзных Риму в это время, вот здесь можно встретиться в какой-то литературе, большинство племен соседних Риму, но вряд ли в этнографическом смысле мы можем сказать, что соседями римлян по областям Италии были те, кто управлялся просто родовым вождем, вождем племени, вот на графическом смысле, и не дорос просто до возникновения государства. То есть там не было имущественного расслоения, наследственной власти, своих каких-то преданий. Нет, надо, видимо, правильнее сказать, народности. И подавляющая доля граждан римских не затрагивалось римскими нововведениями, и просто они подчинялись Риму, потому что существовало многоступенчатое деление статуса подчиненных римлянам народности. Одни были полностью бесправны, другие имели ограниченную автономию, третьи имели ограниченное получение гражданских прав в Риме. И только в редких случаях на это время ранней республики, конца ранней республики, были дарованы полные гражданские права. Однако тенденция эта достаточно важная. Она противоречит тому, что в передовой экономически и культурно тогдашней Греции не проявляется. Все-таки, коль скоро эта тенденция есть, хотя бы слабая на практике, но теоретически в правовых нормах заложенная, она постепенно усиливается, охватывает все большее и большее количество людей. И поэтому вот этот вот римский союз, подчинение римам Италии, который складывался не без конфликтов и не без поражений, все-таки, имея отчасти и тенденцию к распаду, восстания союзников, недовольству союзников, там и тематумы, даже была союзническая война уже в эпоху поздней республики. Но все-таки он имел такую центростремительную господствующую тенденцию, вектор главным был все-таки центростремительный, за предоставление права полного всем членам этого союза, а не обретение полной свободы всеми членами, то есть не за полный распад союза. Вот эта вторая тенденция, полная свобода, полная автономия всех членов союзов греческих городов, Беотийского союза, Пелопонесского союза, Афинского союза, Первого, Второго и других, она в Греции наблюдалась, и она показывает вмешательство персов, она показывает ближайшие последствия подчинения греков Македонии, потом подчинение греков Риму, а до этого попытка союзов с иноземными державами, с Египтом и с другими, с определенной очень существенной платой за такую поддержку. Вот постепенно право римского гражданства превратилось по мере развития римского общества из ненужной и непонятной даже обременительной обязанности в ценную привилегию и за нее стали бороться, за это право. С самого начала своей республики римляне стали создавать колонии. Они по численности были небольшие часто, такие же, как греческие колонии, но механизм образования этих колоний был иным. В отличие от греческих колоний, римские колонисты не превращали свое общество в самостоятельный город-государство. Они не прерывали связи со своей митрополией, с городом, из которого они выехали, эмигрировали, мы так скажем. То есть на деле не эмигрировали, а просто отселились. И считалось в римском праве, что они, отселяясь, распространяют территорию своего государства вот дальше и дальше, на местности. Продолжали обитать как бы на части территории римского государства, подчинялись всем законам, постановлениям должностных лиц и несли обязанности гражданские. Такой путь развития в Греции тоже, в принципе, был теоретически, но в очень ограниченной форме. Например, он известен для Афин как афинские так называемые клерухии. Клер – это вот земельный участок, который отводился и за пределами города-государства. А для римской истории этот принцип стал единственным, в сущности, главным, ведущим. И поэтому эта римская история не знает таких типичных для Греции примеров, когда города, основанные колонистами, начинают заключать союз с противниками своей митрополии, с противниками того государства, из которого вот эти жители или их отцы, или деды, или прадеды когда-то уехали, когда-то эмигрировали. И таким образом эта римская колонизация тоже стратегически, постепенно усиливала римское государство и расширяла его. Ну, на этом закончим беседу о ранней Римской Республике. Сегодняшнюю беседу. Она длилась 1 час и 21 минуту. Девочки. Римская рим. Римская рим. Продолжение следует...